вот здесь тоже вот влажная балка видно что она влажная посмотрите как отошел снег от стен дома не знаю некоторые говорят что это потому что утеплитель так а вот тут то как раз таки это не снежок а вот тут как раз таки промерзает крыша всем привет пришел с работы и увидел такую вот картину на печке сидит кот сейчас раннее утро вот я со смены вот смотрите пришел последний раз топили печку жена топила закидывал 9 часов вечера ведро угля то есть на котле 40 вот тут 50 то есть вот так немножечко опустилась на 10 градусов все смотрите температура тут на улице у нас минус 23 такое морозное утро котел настолько не горячий что даже вот код здесь присоединился то есть он абсолютно такой чуть теплый вот просили еще раз маркировку котла вот маркировка котла лагана с 11 12 12 ну то есть на 12 киловатт тут все его температурные режимы все такое написано что работе чего максимальная рабочая температура 95 вот про смолы конденсат написано что ниже 65 градусов надо топить но тем не менее мы топим на 45 на 50 градусов уходит у нас где-то два два с половиной ведра в сутки уголь я купил по 17 500 кажется но там привоз был полторы тысячи рублей там что-то порядка 5 или 5 с половиной тонн угля вот смотрите здесь обувь стоит то есть ну так топом пол силы ну вот эта труба пластиковая так вот по-прежнему сколько лет уже стоит и это вообще холодная труба ну как такая вот моей температуры тела первый интернет заказать с алиэкспресса опять по моему со старой вот сейчас я буду засыпать угли ну давайте посмотрим ну чё синим из-за этого из печки пол тут бетонный я сделал сопилка бетоном и вставил здесь трубу такой вон она труба вот она ведь куски трубы но я что-то не стал их подключать мне что-то лень было и в итоге труба вот такая вот белая вставлена вот можно подключить но не подключил поэтому здесь конечно пол он холодный по поводу конденсата да вот дверь обморозилась моряночка вот на улице еще минус 23 так вот одним кадром пока за минус 23 тут 40 ночью никто не топил до чтобы никаких обманов ничего не надо смотрите покажу сейчас ванной температуру ванной плюс 24 то есть у нас и утром и ночью одна и та же температура да так ну что же давайте тогда засыпаем уголек и попрямь дальше яичко мы уже почистили и посмотрим что там получается 12 часов как у никто не подходил тогда а вот что у нас котле то есть растапливать его совершенно не нужно тут еще полно угля сейчас засыплю ведерко и до вечера будет стоять уголь нужен хоро хороший орех но не намного по цене не большая входит сюда в котел где-то полтора ветра но я доволен очень в общем спрашивали сколько стоит в общем считайте сами 18 500 я дал за уголь но пусть даже 20000 то есть если делить на 12 месяцев то 20 тысяч на 12 сколько получится где-то 1700 наверное примерно так вот если на 12 просто не знаю как квартиру что а если отопительных сезонов то 8 примерно отопительных отопительных месяцов вот этого угля мне хватит но это до вечера точно будет стоять до 9 до 10 часов вечера этого хватит я доволен то есть практически как газа у нас в доме говорю одна температура вот выстрел опять на 50 в доме одна и та же температура хорошо комфортно ну и также я говорю что по дровам что-то не как дрова эти были немножко совсем так лежат можно растопить бумага либо просто вот газовой горелкой можно растопить печку буквально там минут за 10 как раз горится и все и потом две недели можно дровами вообще не пользоваться и не оставлю две недели он так будет гореть поэтому дров совсем не надо но единственное что еще от насосик там мотает крутит это там он там что 37 что ли ватт так что отопление получилось достаточно энергоэффективным с котла этого хватает за глаза 12 киловатт нагрю мы топим только на 50 если начать на 70 топить то у нас дом будет плюс 27 ну примерно может быть больше 28 то есть но это уже реально уже еще по поводу утопления ребят для того чтобы в доме было тепло я взял вот таких четыре конвектора то есть но такие пластинчатые конвектора там две трубы получается выходит входит труба проворачивается и выходит вот взял вот таких вот четыре конвектора и по и поклал и поклал два штуки вот сюда и два штуки в зал и пол реально очень теплый он просто реально очень теплый несмотря на то что конвектора лежат нету 5 пятен теплоты то есть пол практически весь достаточно теплый если первый метр обзамерять конечно здесь будет раится на 1 градус здесь плюс 1 на 1 градус больше здесь там на 1 градус меньше будет это в углу но тем не менее он весь достаточно комфортный и теплый не горячий смысле не жгет ноги там ну тем больше что в системе то все там 40 45 50 градусов и очень даже комфортно и это огромное значение имеет для дома для отопления то есть тепло поднимается самого пола вверх не просто со стен то есть пол теплый это очень для комфорта классно еще спрашивали про конденсат на окнах я громко не буду говорить у меня еще ребятишки спят вот конденсата на окнах просто нет просто практически совсем даже в минус сор вот мы сейчас пришли на улице минус 23 то есть его вот просто нет вот она чуть-чуть запотевшая как я это сделал смотрите что сделал я сделал короткий подоконник очень короткий vlog это накопилось тел и вот этот радиатор я сделал туда чтобы вот это тепло из-под подоконника и дал prof ходила чтоб радиатор как бы версий шоу то есть от шторки кота то место прогревается это во первых во вторых копилка бетон а потом с бетоном и он слушает то есть бетон постоянно впитыв사가 магов и он впитывает cardbox и думаю что тут уже будет он его просто вспитывать вот тут немножко то есть У меня его нет совсем конденсата на окнах, и они не плачут. Это, во-первых. Во-вторых, у меня пятикамерный пакет, окна века, то есть крепкие, хорошие окна и пятикамерные. Вот там, в том доме, когда мы живы у родителей, там текло просто ручьями, до сих пор течёт. Там, во-первых, окна трёхкамерные, во-вторых, посмотрите, какие они огромные. И, в-третьих, там нет алюминиевых радиаторов, там просто по две трубы, ну, вот это две нитки, получается. Идёт, идёт пятидесятая труба, и всё. И, то есть, там просто течёт, там постоянно в водоконниках лежат тряпки, и постоянно каждое утро их... И окна, вообще, мокрые до самого, да, и до верха. То есть, вот. Ну, зная это, я сделал вот так. То есть, я сделал радиаторы вот здесь-то, и дом, мне кажется, всё-таки впитывает, а цемент немножечко впитывает в себя. Но, тем не менее, он, как сказать, он как бы впитывает, и он как бы вот вкладывает, исчезает этот... влага. И в доме, как бы, не сухо, не сушит воздух, вот как бы, то есть, комфортно. А вот здесь, на кухне, радиатор, так, что, открытый? Открытый радиатор, вот здесь стоит, вот такой вот у нас поднос. То есть, мы здесь сделаем то, что иногда ставим ноутбук, когда там кушаем, его включаем, смотрим. Вот, и смотрите, что здесь у нас. Вот он конденсат. Вот, видите, немножечко есть. То есть, уже тепло так не захлёстывает сюда, а вот здесь, вот на этом окне, его меньше. Ну, то есть, вот этот вот радиатор, вот сюда вот, как бы, тепло закидывается, а сюда, видать, поменьше. И всё. То есть, если перекрыть вот это вот место, перекрыть радиатор, то есть, тепло будет уходить далеко от окна. А так оно близко получается. По поводу посудомойки тоже многие спрашивают, как удобнее мыть посуду. Вот, мы в течение дня складываем посуду, посудомойку. Вот так вот наложили полную посудомойку. Кастрюльки тут, пластиковые контейнеры. Вот. Плотно задвигаю. Обычно этим у меня занимается старший сын, Данил. И я ложу пол таблетки вместе с пластиковой этой штучкой. Можно, вот, я держал, Старик, покушаю. Пол таблетки ложу. Так вот. И ставлю на 65 градусов. Вот, 65. И, как бы, чтобы поменьше есть химии и побольше мыть её кипятком. Перевключаем. Вот. И нажимаем старт. И один раз в день моем посуду. И я к этому привлекаю своего старшего сына. Посмотрите, как отошёл снег от стен дома. Не знаю, некоторые говорят, что это потому, что... Утеплитель недостаточно хороший. Ну, то есть фундамент прогревается радиаторами, которые под полом. Вот. Вполне вероятно, что это может быть ещё из-за того, что всё-таки это сайдинг. И под ним-то ничего нету, воздух. И вполне вероятно, что солнышком нагревается вот это пространство между домом и сайдингом. И тоже здесь образуется какое-то количество тепла. Вот. И вот так вот у меня снег отошёл за неделю. Вот этот утеплитель. Сейчас нужно будет его подсыпать. Опять я ещё насыплю. Вот. Но, тем не менее, как бы всё устраивает. Расход топлива небольшой на этот дом. Вот. А вот здесь, кстати, оно тоже с солнечной стороны есть немножко. Вот у меня вёдра с углём стоят. Здесь я наставляю, ну, по многу сразу. Потому что с утками работаем, чтобы можно было брать какие-то вёдра, чтобы супруга могла брать и закидывать уголь в печку. Вот. Сейчас я пойду уголь набирать. Вот. Ну, а вам покажу в углярке. Вот она углярка. У меня такое вот отверстие. Отсюда я беру уголь. И вот столько угля у меня. Уголь-орех. Хорошего качества. Без породы. Без ничего. Ну, на камеру, наверное, плоховато, видать. Брал всего я примерно 5,5 тонн. По-моему, 5. 5-200 или 5-300. Что-то такое. 5,5 тонн. Тут ещё килограмм 200 оставалось, наверное. Так что угля, я думаю, что хватит. Такая вот лопата у меня крутая. Из рельцевой стали. И очень удобно накладывать. Вот. Это уголь на всю зиму. То есть печка топится без дров. Дров не надо практически вообще нисколько. Котёл можно растопить. И просто бумагой. Вот. Такая вот коробка у меня 3 на 3 метра. 3, наверное, на 2,5 где-то. Вот. И в это отверстие я беру уголь, чтобы ни пыли, ничего не было. Очень удобно. А вот у нас потолок. Стоит он уже, наверное, 4-й или 5-й год. Вот так подшитый. Вот такой вот вспененным целлофаном. Изоспаном с фольгой фольгированным. Чувствую себя хорошо. Основная роль этого целлофана, этого изоспана, заключалась в том, чтобы не сыпались опилки сверху. В принципе, можно было вместо него использовать просто нетканный материал. Вот. Ветровлагозащиту. Ветрозащиту. Вот. Ну, тут всё сухо. Не образовывался никакой конденсат. Ни... Никакой влажности не было. Ничего, как бы никого. Как бы всё, в принципе, хорошо. Вот. Я пошёл в отпуск. И на этой неделе я, наверное, займусь обшитием потолка и буду пришивать панели на потолок. То есть, делать его более красивым. Вот. И плинтуса сделаю. А вот эта вот комната у нас... Ну, тут спальня. И... Вот здесь у нас, как бы, называем его балкон. То есть, тут на втором этаже, над кочегаркой, над туалетом, пристройка вот этого второго этажа. Здесь нет ни одного радиатора. Здесь просто проходит труба в потолок. Вот. Но она... Ну, чуть-чуть теплее, чем моя рука. Вот. Расширительный бак здесь у меня стоит. И здесь нет ни одного радиатора. Вот оно, отопление. Поднимается вверх и уходит в дом. Вот. А вот с этой стороны оно возвращается. Наверное, там видно будет или нет. То есть, здесь нет ни одного радиатора. И при этом здесь температура... Вот оно, колено. Оно уходит... Вниз. Вот. Здесь нет радиатора. Вот. Здесь плюс 10, плюс 15 примерно. Так держится. Здесь вот такие вот у нас растения. Стоят. Зимуют. Также здесь у нас находится вешалка для развешивания белья. Ну и всякий вот склад. Вот панели купил, чтобы потолок обшивать. Займемся на этой неделе. Ну а сейчас я хотел бы показать опилки. Спрашивали, как там чувствуют себя опилки. Кстати, дверь в потолок сделана, в крыше, по которой я... Ну, лаз, в общем-то. Лаз этот тоже очень хорошо себя чувствует. Мне понравилась дверь. Эта обошлась мне что-то там в 3,5 что ли, 1000 рублей. Я ее поставил и такую вот лесенку простецкую сделал. И здесь вот тоже все сухо. Нету никакой влажности. В принципе, можно вот так вот подшить тоже, чтобы опилки не сыпались. И все, это будет достаточно недорого и хорошо. Здесь вот все сухо. Это доски остались от опалубки. И я ими тут дошил. Наверное, мне не хватало немножко досок. Я ими дошил и вот так вот все стоит. Давайте слазим на крышу. Опля. Вот так выглядит повещение на крыше. Здесь немножечко попадает снежок. Снежок. Откуда-то. Так, а вот тут-то как раз-таки это не снежок. А вот тут как раз-таки промерзает крыша. Наверное, там какое-то отверстие есть. Мышки живут, ребят. Мышки живут по потолку, периодически ходят. Смотри, что. Вот хорошо мне кто-то из подписчиков написал. Андрюха, как там у тебя крыша? То есть вот в некоторых местах она промерзает. Смотри. Вот это вот получается. Влажность. И вот тоже влажность. Снежок это уже там. Вот. Слушай, ну во многих местах. Я не знаю уж, грешит ли на мышек. Интересно. Спасибо этому подписчику. Так, а это что у меня доска? Прикручена, что ли? Или примерзшая? Нет. Прикручена. Интересно, как это происходит. Вот. То есть вот так-то на опилках вроде бы как и нету. Наледи вот этой вот. А почему-то на досках есть. Вот здесь тоже. Вот влажная балка. Видно, что она влажная. И вот тоже, мне кажется, это сырой след, да? Вот он как бы сверху сырой. А разрываешь, там сырости нет. Ну-ка тут. Вот она черная. Убираешь. И черного нет. То есть просто как конденсат, да, выпадает. Получается, тепло выходит. И конденсат вот этот выпадает. Ну-ка, а здесь что у нас? Да, вот. То есть, смотрите. Ниже уже сухой. Вот это вот. И даже я рукой чувствую, что здесь сухо. Вот. Ниже сухой. А здесь вот как раз вот на вот этом вот стыке. Вот она прям чернота. Это вот прям гниль какая-то. А ниже вот эта же доска, вот она сухая. Интересно, вот так вот происходит. Вот это вот точка росы называется. Это то место, где тепло встречается с холодом. Пока я не знаю, что с этим делать. Первый раз я увидел, как бы зимой особо не лазил. Вот это вот. Я-то думал, что это мыши тут полазили. А тут никакие не мыши. Тут у нас крыша не особо сухая. Крыша-то сырая, можно сказать. Ну, в смысле потолок, перекрытие. Так что вот. Возможно, вот этот вспененный целлофан, кстати. Возможно, он не дает пройти. Ну, надо подумать. В общем, пишите у кого какие мысли. Но я вижу это по всей крыше. Сначала я думал, что это в одном-двух местах. Теперь я вижу, что это по всей крыше. Посмотрите, что творится. Просто я не знаю. То есть насыпать, что ли, еще этого утеплителя или что делать. Пока не знаю. У меня здесь сделано, что получается, у меня здесь опилки с глиной смешаны. Ну, во многих местах, везде. Вот она, крыша, как себя чувствует, как есть. Так, у меня опилки смешаны с глиной. Вот и насыпано все это. Насыпано все это так. 15-20 сантиметров. 20 или 25 сантиметров, не помню, сколько. 20 сантиметров, наверное. Вот. А вокруг трубы я сделал... Керамзит насыпал. О, кстати, тоже вот интересно смотреть керамзит. Керамзит тоже со снегом внутри. Вот она, точка росы, да, где образовывается. Вот, а здесь еще аж замерзло немножко. Вот так вот керамзит тоже сыроватый стоит. В принципе, тут все плотно, но я насыпал все-таки керамзит. Здесь взял три, наверное, мешка купил. Не помню, сколько. И вот это вот место насыпал. И у меня были такие вот металлические, тут хранились железки, короче, я их положил вот так, чтобы вдруг что-то сверху не упало из печки. Ну что ж, вот так вот выглядит моя крыша. Интересно, что с ней делать. Честно, я даже не знаю пока, что с ней делать с этой крышей. У меня были мысли, как бы вот это вот то, что я насыпал, здесь опилки с глиной, мне кажется, это тяжеловато. И крыша у меня, когда я насыпал, она начала провисать. И пришлось даже вот ее укрепить, эту крышу, поставив вот эти вот центральные стойки. Вот, иначе она у меня вообще провисла сильно. Вот, и я думал, что эти опилки взять, выкинуть с крыши с глиной. То есть тут целая тележка глины. И насыпать просто опилки. Может быть, летом заняться и насыпать просто опилки, как вы думаете. Вот, и может быть, насыпать побольше. Но тут прям вот конкретно сыреет все. Вот оно прям стоит. И вот убираешь, вроде бы как нету. Но это понятно, что в этом месте проходит тепло. Каким бы то образом проходит тепло. И вот возле вот этих вот стоек тоже проходит тепло. Не знаю, сейчас залезу потом. Ну, в смысле, обошью потолок еще снизу панелями. Там сантиметр будет воздуха теплого. Опять же, не знаю, как-то утеплит это, не утеплит. В следующем видеоролике я тогда расскажу про электрику, как я сделал электрику в своем доме. То есть, тоже очень быстро, легко сделал. Вот, немножечко, конечно, с косяками. Расскажу подробнее об своей электрике. Но, тем не менее, я сделал ее сам, сэкономив какие-то деньги, там, значительную сумму. Расскажу подробнее про это. Теперь ролики буду стараться загружать по субботам в 6 часов вечера, по нашему времени, по Сибири. В общем, кому интересна данная тематика, кому интересна информация про дом и запилка бетона, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите новый выпуск в следующую субботу в 6 часов вечера. С вами был народостроитель Андрюха. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока-пока! А вот так вот мы хлюпаемся в ванной. Достаточно включить вот такой ветродульчик, он всего лишь на киловатт, буквально на 15 минут. 15-20 минут, и тут практически 34 градуса. Вот, стекла все запотевшие, зеркало запотевшее.